Анна Гаврилова в этом году с отличием окончила Алтайский педагогический университет. Куда пойти работать, говорит, долго не думала. С детства мечтала о школе. Но призналась, когда пришла туда, современные детки порядком напугали. Даже несколько раз плакала. Но желание поменять профессию не возникло. По окончанию нам выдавали перечень школ, в которых открыты вакансии. И я, собственно говоря, позвонила. Мне всегда ребятишки подзаряжают положительными эмоциями. В 45-ю Барнаульскую гимназию в этом году пришли три новых учителя. Обновление коллектива было вынужденным. Два педагога ушли на заслуженный отдых. Еще одна сменила место жительства. А вообще в 45-й, по словам директора, текучки кадров нет. Секрет успеха – особые условия труда и грамотная финансовая политика. Любой педагог подставит плечо новому работнику гимназии. То есть всегда поможет. Если говорить о зарплате, знаете, немного учреждений осталось по городу Барнаулу. Но мы в том числе из этих учреждений, где сохранились выплаты стимулирующего характера на уровне 2015 года. Анна Давыдова школьным учителем работает больше 20 лет. Говорит, коллеги из других школ делятся, что дефицит кадров и текучка становится настоящей проблемой. Одних пугают увеличение нагрузки при уменьшении доходов. Других – вал бумажной работы. Ведь сейчас педагоги отчитываются фактически за каждый свой шаг. Третьи бегут от трудностей в общении с детьми и родителями. Контингент родителей у нас очень сложный. И на самом деле, если педагог не может найти общий язык с родителями, то, к сожалению, с детьми потом не получается. Между тем, в городском комитете по образованию называют совершенно иные причины нехватки педагогов. По словам чиновников, основных две – переход на односменный режим работы и рост числа учащихся. Только в этом году за парты в Барнауле дополнительно сядут 3000 ребят. Но без учителей никто из них не останется, обещают в городском комитете. Дефицит кадров, естественно, будет закрыт. С 1 сентября абсолютно все предметы школы города Барнаула будут преподаваться. Масштаб проблемы на уровне края пока очень размыт. В краевом профильном управлении пообещали дать статистику на следующей неделе. Тем не менее, дефицит обещают компенсировать за счет перераспределения нагрузки внутри учебного заведения, а также привлечения совместителей. Директора согласны даже на выпускников педагогических вузов. Ольга Калачева, Андрей Печоркин. Наши новости.